Дмитрий Гулаев, дознаватель МВД России по советскому району города Рязани. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, давно ли вы работаете в советском районе? В советском районе не так давно, больше работал в московском районе. Разница какая-то есть вообще по тем преступлениям, которые совершают граждане? Разница есть, потому что я раньше совершенно в другой службе работал. Раньше работал старшим оперуполномоченным по раскрытию незаконного оборота наркотических средств. В настоящее время работаю дознавателем. То есть работа совершенно другая, разная. Там я выявлял, предупреждал, раскрывал преступление, а в настоящее время я расследую преступление. Ну а в целом, может быть, там больше на московском воруют, здесь больше поджигают машины. Нету такого? Ну, отличия есть, конечно же, потому что московский район, он спальный район, и по количеству населения больше, чем советский район. И по территориальности, соответственно, больше. Различия большие. Ну так, например, приведите. Например, по тем же сообщениям преступлений. Намного меньше в советском районе, чем в московском. То есть меньше вам звонят и рассказывают о том, что у нас проблемы. Вызов намного меньше, да. То есть вам нечем заняться там теперь? В советском? Есть. И чем же занимается дознанием? В расследовании преступлений, так же, как начиная от угрозы убийства, наркотики, первая часть. Все преступления, которые не тяжкие и средней тяжести. Как же вы занимаетесь расследованием угрозы убийства? Каким образом это происходит? Вот, допустим, есть жена, есть муж. Муж ей угрожает дома, они вдвоем. Жена в шоке. Что она должна сделать, чтобы вы занялись этим делом? Обратиться в полицию, позвонить в 02. Так. Сообщить, что произошло. Приедет группа, разберется. То есть они все-таки приедут, да? Конечно. На любой вызов, который гражданин звонит, обращается в полицию, мы обязаны отреагировать. В любом случае. Ну а если все-таки вот у них конфликт прошел, ей не удалось позвонить, муж отобрал телефон, то она, допустим, вечером или на следующий день приходит к вам, например, да? И что ей надо предоставить для того, чтобы вы отреагировали на ее заявление? Написать заявление. Так. У меня были такие случаи. Обращались и через несколько дней. Также возбуждали уголовные дела, направляли в суд. Нет никаких проблем. Но надо ли видео предоставить, подтверждающие процесс? Если есть видео, соответственно, конечно, это еще будет лучше, лишних доказательств не будет. То есть можно без видео, можно просто на словах сказать, что меня вот, меня угрожают, меня обижают? Да. Да? Можно и на словах, можно и подтверждающие видео. Если есть и свидетели, чем больше свидетелей, тем лучше. Но больше всего чем вам приходится заниматься? Какими направлениями? Угроза убийством, наркотики, кражи. Что касаемо наркотиков, у нас за последние пять лет какая тенденция вообще в городе? Больше, меньше стало тех людей, которые распространяют наркотики. Как вот вы вообще видите ситуацию? Распространяют наркотики много. Но боремся. Сейчас в основном через интернет все происходит. Это через приложение Телеграм, Джаббер так называемый. Ну, получается, сейчас сотрудники управления, у них хорошо, получается, они справляются с этим. И научились достаточно быстро выявлять такие преступления. Как же развязать весь этот клубок? Ну, я всех подробностей вам сказать не могу. Это оперативная информация. Ну, боремся. Ну, вы также тоже расследуете такие дела, да? Да. Только мы в основном расследуем нетяжкие. То есть до трех лет и хранение наркотических средств. Ну, вот за этот год именно вами сколько было таких дел? Ну, вот у меня сейчас в производстве три уголовных дела по наркотикам. По наркотикам. Да. Молодые люди, мужчины в основном. Двое у меня так называемые натуральные. Это растительное происхождение, наркотики. И один синтетическое. А из последних, которые все-таки удалось довести до конца, чего касалось? Синтетические. Сейчас растительное происхождение, потому что сезон, так называемый. Потому что каннабис, марихуана выросла. Август, сентябрь. Кусты выросли. И многие даже бывают в центре города. Потому что... Растут кусты? Растут кусты. Оно так и есть. Потому что он как сорняк. Он растет везде, может быть. Каннабис, марихуана. И бывает до того, что люди просто проходят мимо. А кто более-менее разбирается, как он выглядит, наркотик. Они просто берут, нарывают себе и кладут в карман. Потом их задерживают сотрудники. Какое-то безобразие у нас творится. Так, ну а что касаемо телесных повреждений. У нас много вообще людей дерутся? И как это все происходит, раскрытие этих преступлений? Дерутся много. Где в основном? Чаще всего все происходит в алкогольном опьянении. Ничего нового вам не скажу. И, соответственно, кафе, бытовые, возможно, дома. Сидят, что-то не понравилось. Кому-то так не посмотрел, что-то не так сказал. Вызывают нас. Мы приезжаем, разбираемся. Кто хочет писать заявление, кто не хочет. Там все зависит от человека. Ну тоже, да? Могут и обойтись без заявления. Потом забирать это заявление. Бывает? Абсолютно точно, да. Звонят, просто просят, как на помощь приехать, чтобы разобрались, разняли. Человека забрали в полицию. Может быть, составили на него административный протокол. А потом никаких мер больше не хотят, чтобы с ними производили. Уголовное дело заводить не хотят. И отказываются от заявления. Бывает такое. Ну, я так думаю, у полиции вообще много работы в этом отношении. У нас же, я так понимаю, в отрезвителе уже больше не работают. Теперь сразу везут в полицию. Оттуда на свидетельствование, да? То есть у вас прибавилась работа вот от этого? Работы прибавилась. Работы меньше не становятся. Я вам даже больше скажу. Сейчас народ стал звонить даже вплоть до того, что голубь валяется мертвый. Сотрудника полиции вызывают. Как вы думаете, почему это? От любви к вам? Я даже не знаю, с чем это связано, честно говоря. Не знаю, не могу сказать. И кто же голубем занимался? Взывает участковую полномочию, она приезжает, разбирается. То есть серьезно? Серьезно, конечно. Что хочется человеку написать, пишет заявление, это его право. А там уже принимает решение сотрудник, которому отписали материал проверки. Правда? То есть за голубем мы тоже едем и смотрим? Да. Я уже не говорю про то, что там люди посторонние в подъезде. Ну, собаки, соответственно, там бегают. Тоже вызывают. Тоже полиция? Тоже. Мы даже иногда быстрее пожарных и скорой приезжаем. Вы молодцы. Так, а вот если, допустим, во дворе кто-то либо хулиганит, либо рядом, например, скейтеры разрушают фонтан своими кульбитами, тоже можно к вам обратиться, вы какие-то меры примете? Конечно. Как это происходит? Есть ли какое-то наказание за их прогулки по фонтану, например? Я так не могу вам сказать, что вы описали. Все зависит от ситуации. Приезжаем, описываем. Дежурный принимает решение, возможно, если группа понадобится, следственная оперативная, приезжает следственная оперативная группа, и там по факту уже определяемся, какой ущерб был причинен, насколько, и квалификация, есть ли преступление, либо нет. Но вот вы, как дознаватель, вы тоже выезжаете на место преступления? Да. И что вы делаете там? Что больше всего любите делать? На что обращаете внимание? Ну, в мои обязанности входит, в первую очередь, это сбор, по полноценному сбору материала, чтобы было принято заявление, объяснение как можно больше. Я также определяю границы места происшествия, после чего должен оказать сохранность, обеспечить сохранность всех улик. Произвожу осмотр места происшествия. Если я вижу, что нужно необходимое какое-нибудь вещественное доказательство, то я их осмотр места происшествия изымаю, пусть начиная от каких-то следов, оставленных преступником, тех же самых, пальцев рук, ботинок, либо могу изъять с помощью чего, предметов преступных, нож тот же самый. Ну, это вы с криминалистами, наверное, уже, да, на месте? Да, в следственном оперативном группе уходит следователь, дознаватель, оперуполномоченный. Также, если необходимо, это уже определяет руководитель следственной оперативной группы, как раз следователь, дознаватель, криминалист, либо участковый человек. Ну, вот это правда, что действительно нет таких преступлений, которые невозможно раскрыть? Ну, мы идем к этому. Мы стараемся. Ну, а какие все-таки остаются самыми сложными и трудно раскрываемыми? Самыми сложными? Ну, я таких, наверное, не расследую, потому что у нас более простые, менее тяжкие. Это другому вопросу. Больше, наверное, следственного комитета, следователя. То есть у вас стопроцентная раскрываемость? Нет, у меня таких данных нет сейчас. Не могу вам сказать, какая у нас раскрываемость именно. Я могу только отвечать за дознание. Но у вас в советском отделе полиции есть и следователи. Чем дознаватели отличаются от следователей? Объясните, пожалуйста. В уголовном процессуальном кодексе прописано, какие расследуют дела следователь, какие дознаватели. Там прям конкретно по статьям написано. Ну, перечислите те, которые расследуете вы. Я вам уже частично перечислил. Это 119-я угроза убийством, 158-я часть первой – это кражи, наркотики, хранение первой части. Тоже это первая часть зависит от массы наркотического средства. Если масса больше, там уже может быть и вторая или третья часть. Кроме этого, мы также расследуем повреждения, допустим, имущество, чаще всего, конечно, это автомобиль, угоны, 166-е, нанесение телесных повреждений, 112-я часть. Ну, вы вот сейчас майор, да, уже вам нравится вообще ваша работа? Мне нравится моя работа. Если бы мне не нравилось, я бы не работал. А что больше всего нравится? Мне нравится помогать людям. Они говорят спасибо? Говорят. В основном говорят. Соответственно, потерпевшие. Но иногда бывает, что и подозреваемые. Да? Спасибо, что я дальше не зашел. Бывает такое. Да? А какой у вас план на дальнейшую жизнь? Хотите ли вы уйти в следствие или как-то дальше развиваться? Пока не думал об этом. Пока хотел бы поработать еще. Хоть ваша работа опасна и трудна, действительно, да? Бывает ведь опасность какая-то? Практически всегда. Нужно не расслабляться и думать об опасности. Потому что как только расслабишься, может что-нибудь случиться. А вам приходилось применять оружие? Мне, к счастью, не приходилось применять оружие. Но были такие ситуации, когда доходило того, что возможно сейчас применю. Но в этой во всей жизни, в полицейской, вы успеваете заниматься хобби или, может быть, с семьей? Как вообще сочетается ваша жизнь с вашими увлечениями, ваша работа? Тяжело. Но сочетается. Например, какие у вас хобби? Мы в основном с семьей любим съездить на природу, к родственникам. Как и все обычные люди. А спортивной подготовкой вы вынуждены заниматься по работе? Да, у нас раз в неделю спортивная подготовка, раз в неделю стрельба. В десяточку? Из оружия. Ну, девяточку, в десяточку. Мы рады были вас видеть. Приходите к нам еще с новостями, со статистикой. Спасибо. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова